МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат от оппозиции ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Аслана Бжаня кандидатам на пост президента Абхазии. Регистрация инициативных групп и партии по выдвижению кандидатов на пост главы государства началась 22 февраля. И с этого дня зарегистрированы две группы. С подробностями Анастасия Никонова. В 15.00 28 января в Центральной избирательной комиссии началась регистрация инициативной группы по выдвижению депутата парламента, лидера оппозиции Аслана Бжаня кандидатам в президенты Абхазии. Свои паспорта сотрудницам ЦИК предоставили 39 человек. Из-за большого количества людей процедура регистрации затянулась более чем на час. После того, как все данные были сверены и согласованы, председатель ЦИК Томас Гогия передал руководителю инициативной группы Дмитрию Маршане свидетельство о регистрации инициативной группы. Руководитель инициативной группы Дмитрий Маршане отметил, что ЦИК уже передал им подписные листы и сбор подписей в поддержку кандидатов президента Аслана Бжаня начнется уже завтра. Согласно закону о выборах, количество подписей должно составлять не менее 2000 и не более 2500. Сегодня мы представляем Жаня Аслана Георгиевича. Многочисленная она, потому что состоит из ветеранов войны, из общественных деятелей, из молодого поколения, из людей с разных районов Абхазии. Поэтому она получилась такой многочисленной. Очень многие люди изъявили желание в ней присутствовать и поэтому группа получилась такой многочисленной. На 28 января в ЦИК зарегистрированы политическая партия Акзара, кандидатом в президенты от которой будет представлен Леонид Дябшба и инициативная группа по выдвижению Аслана Бжаня. Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост в клубы государства продлится до 11 февраля. Анастасия Ниганова, Торник Амичба, Абаза ТВ. К новостям из Кремля. Информация о том, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу, вызвала бурное обсуждение в Абхазии. Напомним об этом интерфаксу. 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Политик покинул свой пост в связи со сменой курса на украинском направлении, уточнил Чесноков в Телеграм-канале. И вот, как стало известно от источников в администрации президента проекта Варгонзо, Владимир Путин встретится с Владиславом Сурковым в течение ближайшей недели. Напомним, указ об уходе советника президента с государственной службы до сих пор не подписан. Его дальнейшая судьба станет понятна после разговора с главой государства. И снова об энергетике. Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, Ингургес придется остановить к 15 февраля, заявил Эху Кавказа технический директор станции Ге Хубуа. По его словам, ограничения были введены в прошлом году, но они не были эффективными. Выключают на два часа, а в последующие часы абоненты увеличивают потребление, говорит Хубуа. 27 января гендиректор Черноморэнерго Аслан Басари проинформировал, что 26 января потребление Абхазии составило 9,5 миллионов киловатт-час, что является рекордом. В прошлом году максимальный показатель составлял около 8,5 миллионов. С 27 января Черноморэнерго ввело веерное отключение по всей территории Абхазии в связи с критической ситуацией на Джуарском водохранилище, где уровень воды понизился до 445 с небольшим метром. Ингургес прекратит работу, если уровень воды достигнет 420 метров. На сегодняшний день ежедневно уровень опускается на 1 метр. В сложности веерного перехода из 4 часов веерных отключений электричества в сутки 2 приходится на дневное время. В центре Сухума это разгар рабочего дня. Наши корреспонденты решили выяснить, как справляются с работой различные учреждения и организации «Бессвета». Репортаж Марианы Котовой. Второй день в Абхазии веерное отключение электроэнергии. В центре Сухума свет выключают с 3 до 5 часов дня. Это самый разгар рабочего времени. Но в салоне красоты «Бэль» выходит из ситуации вот таким образом. Из-за отключения света многим салонам красоты приходится растягивать свой рабочий график. Если в обычные будние дни мастера работают до 7 вечера, то сейчас им приходится задерживаться до 22 часов. Иногда одного клиента обслуживают на протяжении нескольких дней. Вот как, например, сейчас. Сначала маникюр, а покрытие лаком завтра, когда будет работать ультрафиолетовая лампа. Станция скорой помощи работает в экстренном режиме круглые сутки. А наличие дизельного генератора позволяет не сбиваться с этого ритма даже в период веерных отключений. Небольшое неудобство создает шум и большие финансовые затраты на покупку топлива. Но на работе фельдшеров это никак не сказывается. У нас нет никаких проблем со светом. Мы справляемся. В обычном режиме мы работаем. У нас стоит генератор. Он сразу у нас срабатывает. И мы всегда со светом. Однако не все могут позволить себе иметь дизельный генератор на случай отключения света. Например, в новой столовой его нет. Как говорит предприниматель Давид Пилия, это невыгодно и не экологично. Дизель, который будет у меня работать, он стоит минимум полтора-два миллиона рублей. То есть я должен найти деньги, чтобы закупить. Его обслуживание. Он в час будет съедать 40-50 литров солярки. Вот он может на 40 рублей в час 2000 рублей. Скажем, сегодня 3-4 часа дизель будет работать. Да я вообще в трубу вместе со своим предприятием вылечу. И потому ориентироваться на дизель, и при том масса дизельных установок в Сухуме будет работать. На что наш город будет похож? По словам бизнесмена, он каждый месяц платит за электричество примерно 30 тысяч рублей, то есть около 400 тысяч в год. Но ни разу, по его словам, не получал качественную электроэнергию. Что касается качества электроэнергии, у нас его не было никогда, этого качества. Мне что нужно качество? 220 вольт и 50 герц частоты. Частота доходит аж до 47 единиц. Практически при такой частоте система энергетики вообще рассыпается. Главный генератор, генераторы должны останавливаться вообще и заново перезагружаться. Что такое падение частоты? Это когда нагрузка растет, а выдаваемой мощности нету. И частота начинает нарушаться. Это очень серьезно сказывается на оборудовании. Как рассказывает предприниматель, столовая не закрывается на период отключения света. Оборудование позволяет сохранить еду теплой на протяжении нескольких часов. Но при этом страдают холодильники и другие приборы, чувствительные к перепадам напряжения. У меня 14 холодильных камер, 35 холодильных шкафов. Что мне с ними делать? Я не говорю о десятке холодильных ларь. Они ведь все требуют качества электроэнергии. И выход оборудования из строя – это огромные деньги. Это мне по карману, по бюджету предприятия. Давид Пилий уверен, что сегодняшняя ситуация со светом – следствие неграмотного управления в энергетической отрасли. Это говорит о полном крахе системы энергетики Абхазии. О полном банкротстве руководства Черноморэнерго. Они полные банкроты. Значит, выступает руководитель и говорит о том, что я вас буду отключать. А я, простите, задам ему вопрос. А кто вам разрешил это? Кто вам позволил оставлять людей без электроэнергии? Двухчасовое выключение света пока дает возможность предпринимателям пересматривать рабочий график. Многие государственные учреждения обеспечиваются энергией дизельных генераторов. Но как они будут выкручиваться, если график верных отключений ужесточится – непонятно. Мария Накотова, Сырква Гухава, Абаза ТВ. Делил вернуть дело прокурору в связи с тем, что суд делает уклон на то, что состав преступлений не по третьей части статьи 263 Уголовного кодекса Абхазии. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. А по четвертой, то есть нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека, говорит адвокат. Кассационные коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрено и удовлетворено. Кассационное представление прокурора следственного управления генпрокуратуры об отстранении от должности обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенной с применением насилия в отношении оперуполномоченного МВД старшего лейтенанта милиции Аслана Сангули, сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии. Уголовное дело по факту превышения полномочий со стороны Аслана Сангули было возбуждено 6 ноября 2019 года. По факту применения насилия над задержанным по уголовному делу Папава. Сообщается, что следственным управлением генпрокуратуры продолжается расследование уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос о изменении меры пресечения на более строгую в отношении последнего. Старый документ личность не удостоверяет. Паспортизация граждан Абхазии документами нового образца подходит к концу. Все подразделения паспортного управления работают в штатном режиме, готовы к приему заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт и выдачи готовых документов. Слово Елена Регилаян. Вы старый паспорт взяли с собой? Взяли. Домовую книгу? В целом по республике на сегодняшний день принято в производство 148 106 заявлений на обмен общегражданского паспорта. Выдано уже порядка 141 тысячи паспортов. 1927 документов готовы к выдаче. Паспортные службы ждут граждан. Самыми активными оказались жители города Сухом, Гудаутского района и Гагридского района. Более 44 700 паспортов получили жители столицы. 24 529 граждан получили паспорта в Гудаутском районе. И 27 130 бланков получили в Гагридском районе. При замене паспорта немаловажно присутствие наличия домовой книги. Потому что необходимо учинить штамп печати как в домовой книге, так и в самом паспорте. Упрощен способ проверки готовности документа. Гражданам при сдаче выдаются девятизначные номерки, с помощью которых у людей есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД. Также для получения общегражданского паспорта инспектора паспортных подразделений вы по требованию выезжают на адреса домой, в больнице, если это связано с недееспособностью гражданина, который не может сам лично прийти по каким-то физическим своим особенностям в паспортный стол. Вызная лаборатория паспортного управления обеспечивает всю процедуру оформления и выдачи документов. В очередной раз прозвучала просьба к тем, кто до сих пор не обменял паспорт старого образца, привести документы в норму. Важно понимать, что старый паспорт уже не служит даже для удостоверения личности. Помимо выдачи основного документа, паспортный стол также выдает в НЖ, вид на жительство. Вид на жительство выдается иностранному гражданину, либо лицу без гражданства, который подтверждает законность его нахождения и проживания на территории Республики Абхазия. Кроме того, вид на жительство, выдаваемый лицу без гражданства, еще и является документом, удостоверяющим его личность. Есть перечень документов, непосредственно связанные с выдачей вида на жительство. Вид на жительство сегодня выдается иностранному гражданину, который находится в браке с местным гражданином при условии законного прозывания на территории Республики Абхазия минимум год. При действующем разрешении на временное прозывание лицу в упрощенной форме выдается вид на жительство лицам восточной части Абхазии. При наличии следующего рождения на территории Республики Абхазия, а также проживание с 1999 года, 12 октября, не менее 10 лет. Сначала люди шли неохотно, но потом поняли, что вид на жительство это не приговор, а необходимый документ для проживания на территории Республики Абхазия. И стали уже идти и получать его. В настоящее время выдано 18 912 документов по виду на жительство. В основном получатели это жители Галского района, лишенные гражданства Абхазии из-за наличия грузинского. Но есть и резиденты других стран, переехавшие в Абхазию по разным причинам. Срок действия вида на жительство составляет 5 лет с момента его выдачи. Покупать движимое и недвижимое имущество по этому документу нельзя, но можно получить водительское удостоверение. Проект есть, ремонта нет. Итоги прошедшего 2019 года подвели в Сухумской городской клинической больнице. Отчеты представили заведующие двух отделений кардиологии и неврологии. О планах на текущий год, о проблемах и достижениях медучреждения расскажет моя коллега Виола Барганджи. Первый отчет о проделанной работе за 2019 год представила заведующая кардиологическим отделением Сухумской городской клинической больницы Людмила Отерба. По ее словам, количество больных, обращающихся за помощью в кардиологии, по-прежнему высокое. Однако в сравнении с прошлым годом показатель стационарной летальности значительно меньше. А вот наибольшее число обратившихся в пациентов – это люди с ишемической болезнью сердца. Общее количество ишемических больных за 2019 год – 904 человека. Почти так же, как и в предыдущий год было. Из них выписано 205 с инфарктом, 20 умерло. Итого получается 225 человек только. Это острый инфаркт миокарда. Станокардия – 390, нарушение ритма – 166, сердечная недостаточность – 143, гипертоническая болезнь – 216. И общее число больных ишемической болезни и артериальной гипертензии составляет 1120. Акцентирую на этом, потому что это те как раз заболевания, которые составляют основу высокого показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Ну, соответственно, и у нас тоже. Вдвое увеличилось число больных с сахарным диабетом. Их около 65. А вот пациентов с острым инфарктом миокарда – 205. При этом наиболее уязвимой как у мужчин, так и женщин остается группа в возрасте от 60 до 69 лет. Как отмечает главный кардиолог Республики, процент сердечных больных от 80 лет стал значительно выше. 12 больных было в возрасте свыше 90. Если сюда же приплюсовать еще категорию от 80 лет, вы сами понимаете, 24 человека. Вот такого не было за все время нашей работы вот в этом отделении. То есть 24 человека с инфарктом благополучно выписанных в возрасте от 80 до 90 лет, свыше 90 лет. Это удивительный показатель. У женщин от 40 до 49 всего один. Одна больная была. Дальше было, значит, где-то, вот опять обращу на это внимание, 22 человека от 70 до 79, 17 от 80 до 89 и свыше 90 лет один. Говоря о проблематике, врач отмечает острую необходимость своевременного получения жизненно важных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, в случае соблюдения этого условия количество пациентов в стационаре может стать в разы меньше. Мы в конце декабря получили очередную порцию тромбоэлитических препаратов. Мы его использовали уже в шести случаях. То есть потребность, она вот такая. То, что мы делаем иногда там за год 5 или даже 29, это не означает, что мы использовали всегда, когда это было нужно. Мы начинаем уже смотреть до первого часа, возраст там и так далее. То есть нам приходится даже вот... Или мы просто сидим без тромбоэлитиков какие-то месяцы. Но мне кажется, что сейчас как-то к этому отношению немножечко извинилось. Вот судя по тому, как сейчас отреагировали уже в конце ноября, в декабре на мои звонки на то, что мы опять остаемся без ничего. И вот получена одна порция. Сейчас вот я знаю, что передали вторую порцию. Значит, очень хочется надеяться, что это будет беспрерывная подача вот этих тромбоэлитических препаратов. Хотя бы пока мы отстроим кардиоцентры и начнем делать коронарографию, хотя бы то, что возможно в наших условиях, если мы будем делать в полной мере, я вас уверяю, что и больше больных будут выходить, выписываться из больницы, даже поступившие в критическом состоянии. Также Людмила Оторба отметила необходимость дооснащения отделения медицинской аппаратурой и увеличения штата. Мы до сих пор не смогли добиться за все годы послевоенные, чтобы нам наконец дали дозаторы. Мы по старинке сидят наши медсестры и считают капли. Если это кому-то показать, этот пещерный уровень, то просто стыдно. При этом, а что делать? Нам приходится. Никак мы не сумели этого добиться. Очень хочется верить, что что-то, наверное, в этом плане будут подвижки. Следующим был представлен отчет о работе неврологического отделения. За прошлый год в него поступило 962 пациента, что на 54 человека меньше, чем в 2018 году. В основном это граждане с заболеваниями системы кровообращения. Больных с эпилептией, как рассказывает заводделение Мерина Ашуба, стало больше. А процесс их лечения в связи с частым отсутствием необходимых препаратов имеет свои негативные последствия. Нам они попадают уже с осложнением, то есть в эпистатусе, с отеком головного мозга. Выхаживать таких больных очень трудно из-за того, что нет инфузионных противоэпилептических препаратов. Таких больных надо сажать не АВЛ и инфузионно проводить противоэпилептическую терапию. В республике нет просто. Не только у нас, но в республике нет. Я просила несколько аптек, чтобы завозили. Они, может, дорогие, потом, может, не столько востребованные, но все-таки крайне необходимые. Отмечая проблемные стороны работы, заведующая отделением отметила рост больных молодого возраста, страдающих инсультом с полиорганной недостаточностью, а также острый дефицит специальной аппаратуры. У нас вышел из строя. Невозможно проведение обследования на месте, что осложняет исход заболеваний. Это МРТ, компьютерная томография, переносный рентген, аппарат, что в палате делать. И недостаточно в отделении 05 штата инструктора по лечебной физкультуре. Подводя итоги заседания, перед присутствующими выступил и главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба. По его словам, для достижения хороших результатов, в первую очередь, необходимы соответствующие условия. Надо улучшить материальные условия больницы и подготовить кадры. Нам нужно новое здание. Вот, к сожалению, наши заведующие из-за скромности не сказали и кардиология, и неврология. Посмотрите, люди в каких условиях лежат, по 4-5 человек. Туалеты в конце коридора. Естественно, значительные трудности, бытовые, коммунальные условия, очень некомфортные. Я не говорю, что ничего не делается органами здравоохранения. Город очень помогает нам лекарствами. Мы прилично снабжаемся. Минздрав помогает нам. Но этого недостаточно. Надо строить новую больницу. Проект новой городской клинической больницы в Сухуми, которая сегодня остро нуждается в ремонте, уже готов. Однако вопрос, будет ли он реализован на практике, остается открытым. Вилла Барганжа, Раму Камке, Абазатовая. Угроза из Китая. Эпидемия коронавируса в Китайской Народной Республике – одно из самых тревожных событий, которому прикованы сейчас внимание всего мира. И хотя в России пока не подтверждено ни одного случая заболевания, а ближайшая страна, где зафиксирован вирус, это Франция, жители Абхазии также испытывают понятное беспокойство. В ходе брифинга Министерства здравоохранения и соцобеспечения с участием ведущих медиков, который был посвящен сезонному росту респираторных заболеваний, журналисты задавали вопросы и о коронавирусе. Что стало источником заболевания? Какую категорию граждан атакует вирус в первую очередь? Какие меры предпринимает Китай? Расскажет Надежда Боровикова. А последними новостями из Пекина поделится российский журналист Александр Копосов в эксклюзивном комментарии специально для Абаза ТВ. Почти 3000 заболевших по всему миру и уже 82 смертельных случая от неизвестного ранее вида коронавируса, бушующего в Китае с середины декабря. Известные медицине коронавирусы ранее поражали животных, собак, кошек, птиц, крупный рогатый скот и передавались человеку только при тесном контакте с больным животным. Сейчас ситуация изменилась и именно мутация, позволившая вирусу передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, является основной проблемой, которая грозит широким распространением заболевания. Первично был выявлен один из штаммов коронавируса, который давал в свое время, Анжела Алексеевна мне не даст соврать, назывался это SARS или TORS по-русски. Токсический острый респираторный синдром. Не имеет пандемического значения, то есть эпидемии не вызывает. Да, выбирает иммунно незащищенных лиц, передается от больного животного человеку в тесном контакте. Те, кто за ними ухаживает или непосредственно в зверинцах каких-то и так далее. В настоящий период времени Китай столкнулся с одним из коронавирусов, который в свою очередь приобрел вот такие измененные функции и начал передаваться не от животных, а именно от человека к человеку. Главный санитарный врач также рассказала, что китайцам удалось установить первоисточник заражения. Во время массовых празднований жители города Ухань употребили в пищу сырое мясо-змеи, которое в природе питается летучими мышами, переносчиками коронавируса. Ученые полагают, что вирус мутировал в организме животного и к человеку попал со способностью передаваться по воздуху. Главный терапевт республиканской больницы Анжела Арчелия также поделилась последними данными и подчеркнула, что поддаваться панике из-за коронавируса не стоит. В Абхазии есть более насущные угрозы, например, грядущий рост заболеваний гриппом. Вот эти вирусы, которые наиболее страшны, это обычно лабораторно выращенные вирусы, и они имеют тропность к определенной группе населения. Что касается коронавируса, которого сейчас мы все боимся, он тропен в основном к мужчинам около старше 35-40 лет и имеющим избыточную массу тела. Для них риски намного выше, чем для остальной популяции. К счастью, пока он до нас не добрался, но вирусы распространяются очень быстро. Надеюсь, до этого не дойдет, и препарат противовирусный будет изобретен ранее, чем не дойдут до нас эти заболевания. В данный момент в Китае приняты строгие карантинные меры. Транспортное сообщение в провинции Хубей приостановили 10 городов. Жители Муханя рекомендуют не покидать дома, пить теплые напитки, тщательно мыть руки и соблюдать горячую диету. Специально для больных коронавирусом экстренно строится новая больница на тысячу мест. Официальный госсовет КНР заявил о том, что новогодние каникулы продлеваются на два дня до 2 февраля включительно. Второе. Это каникулы продлеваются не только в детских садах и школах, но и в высших учебных заведениях. Это означает то, что многие иностранцы, которые работают в Китае, преподают языки, преподают искусство и науки, они явно могут менять свои билеты. И третья новость. Жители разных городов, которые оказались в Ухане или в других местах, где объявлен карантин, могут находиться там спокойно. Эти дни, когда они не выйдут на работу, им оплаченные. То есть главное сейчас не распространить эпидемию дальше. Вот такая информация на этот час. С вами был Александр Копысов из Пекина специально для Абаза ТВ. Основная причина смерти больных коронавирусом – полиорганная недостаточность. Это когда отказывают по очереди все функциональные системы организма. Пока китайские ученые продолжают тестировать лекарства, больным оказывается симптоматическая и поддерживающая терапия. При этом 24 января власти Китая сообщили о первом полном выздоровлении человека, больного коронавирусом. Абхазские медики и МИД республики рекомендуют воздержаться от поездок в Китай в ближайшие несколько месяцев. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза ТВ. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 29 января в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый. Температура воздуха ночью 8, днем 11. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин